В августе текущего года известная казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, более известная как Мадлен, в ответ на критику со стороны подписчицы послала ее на три буквы. Как утверждает девушка, мать 13 детей пристыдила ее за танцы на столах во время отпуска на греческом острове Миконос. Там одна мама 13 детей написала, какой позор, как можно танцевать на столах. Помимо Мадлен, на просторах Казнета можно встретить немало популярных, молодых и привлекательных девушек. Причем многие из них сделали свою инстаграмную карьеру благодаря крайне неоднозначным высказываниям и противоречивой репутации. В этом ролике мы расскажем о самых скандальных инстадивах Казахстана. Нашу подборку начинает вышеупомянутая Мадина Мамадалиева, число подписчиков которой близится к полутора миллионам человек. 23-летняя девушка с ранних лет была под цветом камер. По ее словам, еще в 12 она была ведущей детской передачей на одном из республиканских телеканалов. В школьные годы Мадлен имела пылкий характер и постоянно дралась с мальчишками, а первый кальян попробовала еще в 11-летнем возрасте. Свой звездный путь Мадина Мамадалиева начала 7 лет назад. Будучи еще девочкой на тот момент, она бесплатно посещала съемки. Как призналась сама блогерша, чтобы прогрызть себе путь к успеху, ей понадобилось потратить много времени и сил. Однако с появлением инстаграма все кардинально изменилось. Благодаря пикантным фото и противоречивым высказываниям девушка быстро набрала популярность, заодно обзаведясь многочисленными хейтерами, которые постоянно упрекают ее в комментариях. Так, к примеру, на рассказ девушки о том, что первую машину ей подарили в 19 лет в обмен на романтический ужин, многие пользователи Казнета усомнились в правдивости ее слов и стали обвинять в эскорте. Некоторые из них спросили, проведет ли девушка ночь за кругленькую сумму. Однако она предложила понюхать ее пятку за 10 тысяч долларов. За эту сумму еще и всю ночь. Прайс не актуален, а если без шуток, можно понять, что я достаточно зарабатываю и доступа ко мне нет и не было. Надо учитывать мою известность. Меня бы уже давно сняли на видео, даже не пожалели бы денег для этого. Но я спешу вас огорчить, эго свое потешить не получится. За 10 тысяч долларов я могу дать понюхать свою пятку, ответила она. Несмотря на ее скандальные высказывания, девушка периодически напоминает своим подписчикам о благих делах, которые она периодически делает. Помогает больным детям, пожилым людям, оснащает дома престарелых техникой и возит продукты в многодетные семьи. Вот только об этом она никогда не распространяется и доказательствами это не подкрепляет. Так что правдивость ее слов оценить довольно трудно. Справедливости ради стоит отметить, что блогерша проводила розыгрыш среди своих подписчиков на отдых в Турции, айпад и 300 тысяч тенге. А недавно потратила на одну из своих подписчиц больше 150 тысяч. Тем не менее, подписчики это не вышеупомянутые блогерши и больные дети и престарелые. Но чего у Мадлен точно не отнимать, так это дерзости. Так, к примеру, девушка написала заявление на одну из своих зрительниц, которая оскорбила ее в личных сообщениях. Так называемые разборки, включая запись разговора с девушкой, Мадина Мамадалиева транслировала у себя в историях. Нашу подборку продолжает Асель Аскар, о котором мы уже упоминали в нашем предыдущем ролике. Скандальная телеведущая родилась в южной столице 10 июня 1991 года и с ранних лет была непоседливым ребенком. Как рассказала сама девушка, она постоянно впутывалась во всякие истории и защищала всех непонятно от кого. За это ей всегда попадало от старших, но она всегда была честной и справедливой. Окончив престижную гимназию, ее родители настояли на поступлении в Кимэп, хотя она всегда мечтала о карьере актрисы и получении высшего образования в Жургеновке. На третьем курсе Асель Аскар вышла замуж и родила ребенка, но в скором времени поняла, что очень хочет выйти на работу, поэтому устроилась в торговый дом Сакс Фивз Авеню. Проработав там полтора года продавцом-консультантом, она многому научилась, в том числе и независимости. После осознания этого девушка решилась на отчаянный шаг – развод. Первую популярность будущий телеведущий помог обрести ее родной дядя – певец Беркут. Он устроил ее на должность директора группы Арман Ай, а позже дал ей дорогу в большой кинематограф. Дебют девушки на экране состоялся с казахстанского фильма «Самая красивая». Однако, несмотря на это, девушку по праву можно считать одной из самых скандальных инстадив Казнета. Негодование со стороны уятменов и обычных пользователей Казнета Асель Аскара вызывает своими откровенными снимками и противоречивыми словами, в том числе и в адрес второго бывшего мужа, после развода с которым она стала обвинять его в абьюзе и изменах с проституткой. Однако, спустя некоторое время молодые люди все же сошлись, и Асель Аскар родила от него ребенка. Телеведущая неоднократно оказывалась в центре скандала благодаря своим противоречивым высказываниям. Так, к примеру, по мнению инстадивы, девочки, которых насиловали в раннем возрасте, это девочки с повышенной сексуальной активностью, потому что они даже в таком возрасте привлекли к себе мужчину, а у худых женщин вагина шире, чем у женщин в теле. Несмотря на это, Асель Аскар по-прежнему считается одной из самых популярных блогерш в стране, а количество ее подписчиков в инстаграме составляет 935 тысяч человек. Нашу тройку самых скандальных инстадив Казахстана замыкает Мольдер Есимбек, более известная как Сеймо. Уроженка Алматы, певица родилась 8 апреля 1997 года и с самого детства занималась танцами и пела. После окончания школы девушка поступила в Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, по специальности переводчик с английского и корейского языков. Но в скором времени решила принять участие во втором сезоне музыкального проекта «Песни» на телеканале ТНТ, где и обрела свою первую известность. Несмотря на то, что она дошла до финала, певица не попала ни в один лейбл к судьям, но решила продолжать свою музыкальную карьеру. В октябре 2020 года Сеймо сделал предложение ее возлюбленной, популярный казахстанский актер Серик Шарип, с которым она развелась из-за абьюзивных отношений. Как и представленные выше девушки, Сеймо обрела популярность не только за счет своего музыкального таланта. Девушка регулярно вызывает волну возмущения со стороны пользователей Казнеты своими откровенными снимками и резкими высказываниями. В мае текущего года, во время Ораза Айта, девушка опубликовала у себя в истории полностью обнаженное фото, чем вызвало недовольство со стороны казахстанцев. Помимо прочего, на советы подписчиков певицы похудеть, она ответила следующее. «ПП – это правильное питание, а не диета. Если я питаюсь правильно, это не значит, что я худею. Мне некуда худеть, так что идите в задницу», – написала она. Интернет дает широкое поле для самореализации, а некоторые изо всех сил стараются выехать на своем противоречивом образе, не гнушаясь лишний раз провоцировать чувствительную часть пользователей Казнета. Феномен инстаблогерш еще не один год будет вызывать многочисленные споры и дискуссии по поводу нравственности в комментариях. Но если подобные селебрити набирают ошеломительное количество подписчиков, то значит спрос на подобный контент сохраняется. А что думаете об этом вы? Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok